Доброго, прекрасного и особенного дня сегодня на нашем телемосту. Приветствую всех. Рада сообщить, что мы выступаем сегодня с переводом. И приветствую на площадке. Сегодняшняя встреча – это праздник. Это праздник, это энергия, это эмоции. И я хочу сказать, это могучая сила. Мы творим чудеса прямо сейчас. В природе наступает осень. Это время урожая. Мы это все знаем. И в это время все вкладывают много сил для того, чтобы собрать урожай и также готовиться уже вовремя к следующему сезону. У нас в проекте именно такой же момент. Так, вижу, что кто-то меня не слышит. Как со звуком? Сейчас лучше? Наш осенний период – это очень активная работа именно в закрытии девятого этапа и праздничное настроение, рабочее настроение, переходя на десятый этап. Это говорит о том, что сейчас именно самое активное рабочее время. Наша активность начинается сейчас. Хочу сказать, что наши поля – это все страны, все регионы, в которых у нас партнеры, инвесторы, и мы вас всех очень любим и ценим. И сегодня хочется каждого буквально назвать и сказать, у нас прекрасные руководители, руководители, региональные лидеры, уникальные люди. У нас активные лидерские советы. Это те люди, которые держат все регионы в своем активном участии. У нас очень много серьезных команд, партнеров по всем странам, по всем регионам. И также хочется сегодня отметить тех, кто иногда остается за кадром. У нас, конечно, финансовый отдел. У нас юридический отдел. У нас серьезная IT-команда, которая в эти дни работает не только днями, но и ночами. Благодарим, конечно, информационный отдел, который нас каждый день, если зайти в наш личный кабинет, мы сегодня видим, что у нас новости буквально каждый день. Это всех нас мотивирует благодаря им, их работе. Конечно, техническая поддержка. Конечно, колл-центр. Отдел перевода. Конечно, если я кого-то не назвала, вы знаете, что мы о вас думаем, мы вас благодарим, и без вас мы, конечно, никак. И все вместе мы создаем эту уникальную команду, семью Skyway Capital. Огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете благо. И переходим, наверное, в рабочий режим. Еще раз напоминаю всем своим коллегам, которые сегодня выступают, что у нас идет прямой перевод. То есть говорим с паузами медленно, чтобы всем было понятно. И с очень большой радостью, с честью и гордостью. Я хочу представить и дать слово нашему следующему выступающему, нашему гостю, которого, наверное, ждут все-все те партнеры, которые сегодня на нашей площадке. Поэтому я приглашаю. Хочется даже сказать на сцену. И можете даже поаплодировать. Потому что мы приглашаем Виктора Бабурина, директора по развитию компании «Струнные технологии». Виктор Бабурина, директор по развитию компании «Струнные технологии». Всем привет, дорогие участники «Телемоста». Можете выключить мой звук у себя в колоках? Да, одну секунду точно. Да, приветствуют, точнее, представляют просто как рок-звезду. They have introduced me like a rock star. They have introduced me like a rock star. Виктор, у меня нет вашего звука. Нету звука. Виктор, мы видим вас, но не слышим. Я понимаю сейчас. Вот сейчас вы меня слышите, я думаю. Да, да. Это не просто, потому что тут не получается щелкать микрофон. Ну ладно, давайте попробуем. Если вы меня вставите в наушники, тогда я не буду звучать. Если бы у меня только были наушники. Так, ну ладно, давайте попробуем, чтобы не терять время. Так, ну ладно, придется немножко поморочиться. Хорошо, значит, тогда, не теряя время, давайте сразу я расскажу частично о планируемых наших новостях и о том, что произошло за последние несколько недель. Новостей много. Значит, из планируемых новостей, в конце сентября мы совершим очередную поездку в Дубай, в Арабские Мираты, точнее. Потому что во время нашей последнего визита в Индию и где мы представляли, в том числе, технологию контейнерных перевозок, очень заинтересовались представители одного из крупнейших в мире портов, находящихся в Арабских Эмиратах. Поэтому мы сейчас делаем для них довольно обширную презентацию и, скажем так, договариваемся об условиях. Потому что с арабами всегда немного сложно. И вы знаете, за последние несколько лет мы провели несколько переговоров, переговоров и в Дубае, и в Абу-Дабе. Люди часто говорят, ну вот, технология работает, что арабы не инвестируют. Так они готовы инвестировать, только они хотят 51% от компании. Такие условия нам, конечно, не подходят, поэтому мы работаем с теми партнерами, с которыми можно договориться о более выгодных для нас условиях. В частности, например, также в Индии мы за этот год работали по нескольким направлениям, для того, чтобы если по одному из направлений происходит некая пауза, подвисание или недоговоренность с партнерами, мы можем свободно работать по остальным. По поводу планируемых новостей на конец сентября понятно, все будет в новостях у нас. Я, сами знаете, не люблю говорить предварительно, лучше говорить по факту. Например, вот по поводу визита в составе белорусской бизнес-делегации, которая только недавно произошла, мы тоже об этом предварительно ничего не говорили, просто для того, чтобы убедиться, что визит состоится и порадовать людей интересными хорошими новостями. Ну, как вы видите, и по реакции в прессе, и по реакции в новостях, я имею в виду СМИ, визит прошел очень успешно, и наша компания там твердо заявила, скажем так, свое намерение войти в очень перспективный для нас рынок. Во время этого визита мы подписали соглашение о взаимодействии с одним из крупнейших штатов Махараштра. Махараштра. Ну, я думаю, что переводить это не надо. Вот, значит, и также мы с рядом бизнес-партнеров подписали соглашение о начале предварительной работы создания финансовых моделей для адресных проектов. Вам там какой-то очень большой писк идет, очень сложно. Также мы подписали соглашение с компанией бизнес-партнерами для предварительной работы для создания финансовые модели для предварительных проектов. Сейчас в Индии предварительно пока определено 7 направлений, то есть 7 проектов, где технология SkyWay представляет наибольший интерес для наших партнеров. Тут сейчас не надо переэнтузиазм, скажем так, потому что понятно, что наша компания на текущем уровне развития одновременно введения 7 проектов не вытянет никак. Мы не должны быть энтузиазмами здесь, потому что понятно, что на сегодняшний этаж нашего развития, наша компания не смогла удержать все 7 направлений самостоятельно. Поэтому сейчас совместно с нашими партнерами мы выбираем один точный проект, с которого мы начнем пилотный адресный проект, с которого мы начнем работу в Индии. Этот проект будет заниматься перевозкой пассажиров, и на нем будет в том числе технология сертифицирована для индийского рынка. Потому что не надо забывать, что ту сертификацию, которую мы проходим сейчас, это сертификация российская. Большим плюсом такого пилотного проекта будет являться то, что это будет, не как некоторые говорят, какой-то междусобойщик в Беларуси на полигоне. А это будет уже полноценный проект, в том числе и отработка взаимодействия с местными строительными инжиниринговыми компаниями. Большое преимущество? Большое преимущество в таком пилотном проекте? Это не будет, как некоторые говорят, как говорят, в Беларуси, где мы работаем с другими другими другими. Это будет действительно отдельный проект, где мы работаем на создание в том числе фоне, где мы работаем в том числе. Мы работаем уже совершенцователем объемы со структурами и инжинировой компанией. Сейчас мы уже определяем, опять же совместно с Индийской стороной, те компании, которые будут заниматься и совместно с нами проектированием, и строительством на территории, и будут осуществлять поставку частей для путевой структуры SkyWay. По поводу сроков строительства, значит, мы не должны забывать, что если мы говорим о целиком проекте, то он начинается не со строительства, а сначала с определения, где и что строить и с кем. По поводу сроков строительства, мы не должны забыть, что все проекты не начинают строить, он начинает ответить на вопрос, где строить, что строить, с кем. Потому что параллельно будут идти процессы оформления земли и подготовки ее для строительства. Одновременно будет идти процесс проектирования, то есть что строить, какие инженерные решения принимать в данном проекте. И кто будет партнерами в осуществлении строительства, поставки. Даже для небольшого проекта такая работа занимает примерно от 8 до 12 месяцев. Поэтому понятно, что определенная деятельность на участке начнется заранее, это, например, фундамент, заливка, опор. Но вы все видели во время строительства эко-технопарка, как происходит процесс стройки. Поэтому, если спрашивают о процессе, когда начнется строительство, то это не ранее, я думаю, середина следующего года. А если спрашивают, когда начнется подготовка проекта, то она уже началась. Ну, опять же, я прошу здесь, коллеги, не надо быть... забыл какое-то слово... Ожидание своих ожиданий от нас... Что? Что? Ну, опять же, коллеги, я прошу вас, чтобы не быть овер-энфизиастиком, а чтобы обеспечить свои ожидания. Потому что, ну, давайте сохранять спокойствие. Работа над проектом началась, есть партнеры, есть поддержка со стороны штата. Работаем поступательно, мы знаем, что делать, но, как бы, сами понимаете, работаем в области внедрения инновации. Здесь смещения по срокам могут быть абсолютно непрогнозируемы. Что? Работаем. 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 Работаем, что, конечно же, Мы начали, у нас есть партнеры, у нас есть статистический поддержка, и мы двигаемся. Мы знаем, что делать, но вы должны понимать, что когда вы работаете в сфере инноваций, то терминами могут двигаться в нефоркастанном способе. По поводу встречи нашей с уважаемым министром транспорта Индии, ему же представлялись много разных инновационных транспортных технологий, которые сейчас устремились в Индию как мощный растущий рынок, требующий кардинальных изменений в инфраструктуре. Это и проекты из Израиля, SkyTrends, и SkyTrends, и SkyTrends, и SkyTrends, и SkyTrends, и SkyTrends. Это проекты из США, Hyperloop. Вы сами видите, в новостях часто возникают упоминания о них, работающих в Индии. Вы можете увидеть их в новой новой, как в Индии. Но только наш проект сейчас находится уже на стадии сертификации технологии. Это полноценный промышленный прототип. Но наш проект это единственный проект, который находится на стадии сертификации с полноценным промышленным прототипом. То есть мы будем, как белорусская инжиниринговая компания, предоставлять чертежи, которые будут верифицироваться местными профильными организациями и передаваться строителям для того, чтобы осуществлять процесс монтажа. Тут никаких нет новых инноваций в плане управления проектом, когда приходит зарубежная технология. Это все делалось до нас уже тысячи раз. Так, ну несколько слов по поводу визита в Индию совместно с бизнес-делегацией из Республики Беларусь и участия в белорусско-индийском бизнес-форуме. Значит, прошло все очень удачно. Мы познакомились и с высокопоставленными белорусскими чиновниками профильными. И в том числе нам помогло, что участвуя в этом бизнес-мероприятии под эгидой визита президента Республики Беларусь в Индию добавило уверенности в нашей компании. What also helped our company to gain a level of confidence and trust for the locals is that we came there together with the president who visited India. Также, значит, была достигнута договоренность о создании предварительно пока начальной производственной базы, ну даже не производственной базы, а место сборки подвижного состава, составляемого из Беларуси. There have been reached an initial agreement on the initial assembly base to assemble the rolling stock from parts coming from Belarus. И, как я говорил, несколько направлений, в которых Skyway предоставил такие уникальные решения, которые заинтересовали наших партнеров, скажем так, очень серьезно. Это перевозки контейнеров и легкие путевые структуры для соединения районов города с крупными транспортными центрами, фидеры. As I said, we have decided on several directions that Skyway offered unique solutions that our partners got really interested in, such as, for example, transportation of containers, different structures that connect city parts with major transportation centers. Вот спрашиваю в чате, можно ли перевозить контейнеры с трудным транспортом? Об этом я и говорю, то, что то решение, которое мы дали для индусов по поводу перевозки контейнеров из порта или в порт, из сухого порта или из склада, очень сильно их поразило. Есть вопрос, если это возможно, чтобы транспорт контейнеров с помощью string транспорта. Это точно так же, что я говорю. Мы дали нам предложение для индивидуальных транспорта для транспортных контейнеров то есть, когда мы делали презентацию министру транспорта и мы показывали видео с юнибусом, который едет по путевой структуре, более тяжелой. И сказали, что по этой же путевой структуре можно повести контейнер. Он сказал, что, в принципе, вопросов у него к практической реализации нет, потому что он понимает, что если надо будет усилить путевую структуру для того, чтобы поместить на нее более тяжелый подвижной состав, значит, надо будет просто увеличить на 20-30% стоимость ее частей. Больше струн, больше натяжения, более крепкие опоры. Продолжение следует... Так, ну, я думаю, что мы говорим о практическом имплементации, потому что, чтобы кладить на более тяжелый контейнер, просто структура должна быть структура, это означает, что структура будет 20-30% более expensive, но будет структура сильнее, сильнее структура, сильнее структура, сильнее структура. Так, ну, я тогда предлагаю, что я сейчас перейду к трем вопросам, которые мне задали до телемоста, на них кратко отвечу, и тогда уже передам микрофон следующему выступающему. Значит, первое, это о возможностях участия инвесторов в ЭТП в адресных проектах, например, в Индии и других регионах. Мне очень нравится настрой людей, которые, еще не имея зафинансированную технологию в Беларуси, уже стремятся профинансировать адресные проекты в других странах. Я очень люблю эту аттитуту, что люди хотят финансировать эту технологию в других странах, когда мы еще не финансировали технологию в Беларуси. Поэтому я с позиции своей скажу то, что мы сейчас на 100% заточены на продвижение первого адресного проекта в стране, где технология SkyWay встречает наиболее хорошую отдачу. Поэтому вопрос, связанный с возможностью инвестировать в другие адресные проекты по всему миру, я не могу сказать то, что нами сейчас прорабатывается. Да, такая возможность должна быть, но конкретный механизм я сейчас вам не назову. Наша самая задача главная, это построить сертифицированную технологию, построить коммерческий пилотный проект, а после этого мы уже займемся созданием специализированных фондов, использованием новых финансовых технологий для финансирования проектов. Но давайте мы сейчас концентрируемся на конкретной задаче и не будем распыляться. Наша главная задача в том, что у нас есть технологии сертифицированной технологии, концентрируемся на создании пилотного проекта. И, конечно, тогда мы можем идти к созданию специальные финансовые 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 технологии. Но сейчас давайте не скатерем наши усилия, а давайте фокусируемся на задаче. Просто я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда люди на вебинарах насмотрелись, друг друга прям зажгли до такого невероятного состояния, что им уже кажется, что уже все проблемы и вопросы решены, и уже впереди все как бы перспективы открыты, и все, надо бежать куда-то еще инвестировать. Потому что, что я часто встречаю, например, во вебинарах, что люди расположены друг с другом, что они думают, что нет проблем, что все вопросы были решены, что все дороги открыты, и мы должны идти и финансировать что-то еще. В этом, в том числе, скажем так, не то, что негативное, но мы показываем только положительные новости. Из этого складываются в людей ощущения, что работа SkyWay выстлана чуть ли не красными розами, и мы по ней весело вместе все бежим и никаких проблем и препятствий не встречаем. Поэтому я всегда говорю людям, что надо быть адекватными ситуациями. Мы делаем очень сложный, очень большой проект, очень сложную технологию. Не надо здесь думать, что что-то происходит волшебным образом. Так, второй вопрос, это по поводу, будет ли сделано, если да, то когда, корректировка сроков последних этапов. В связи с ростом объемов работ ранее непредусмотренных. Вторая вопрос, это было, если будет корректировка стажей, если да, то когда, в зависимости от развития работы. Я отвечу кратко, да, мы корректировку сделаем чуть попозже, но пока просто сейчас не видится в этом первая необходимость. Мне кажется, что все, что происходит, видно каждый день в новостях на Эко-технопарке. Кто хочет, всегда может приехать, там забора нет. Ну точнее, прозрачный. Третий вопрос, это о перспективе открытия внутренней и покупке компаний и акций от инвесторов. Третий вопрос, это о возможности внутренне покупать счетов от инвесторов. Здесь тогда я просто обозначу логическую цепочку. Обратный выкуп будет не ранее закрытие входа в корневую. Закрытие входа в корневую будет не ранее выхода компании на самоокупаемость. Выход компании на самоокупаемость будет не ранее начало получения прибыли или авансовых платежей от адресных проектов. Я хочу сделать логическую цепочку. The buying back of shares can't happen earlier than the buy-in to root company is closed. But the buy-in to root company will be closed only when the company breaks even. That is cost-effective and it will only happen when we receive our first profits or advance payments for the target projects. And, of course, knowing the care of our investors about their investments, a part of these additional profits will, of course, be directed to a back purchase program. And understanding, of course, the care of our investors for their investment, a part of these first profits, of course, will be moved to buying back some shares. As the target projects, we try to be as transparent as we can. We show all the news we can on the preparation of projects. Of course, the market is a very clear, but the market is a very clear. Some things are closed because no one has destroyed industrial espionage. So, briefly, that would be all. I have answered my questions. I have shared the news that I could share. So, I would like to think, and maybe, in the end, I could answer a couple of questions from the chat. Хотелось бы что-нибудь интересное, конечно, чтобы задали. Of course, I would like to see some interesting questions. Был вопрос по ситуации в Австралии. Я уже отвечал, как бы ранее в ВКонтакте было, что Род Хук приедет и сам все расскажет, причем он недавно выступал, если не ошибаюсь, на вебинаре или на конференции в Малайзии и рассказывал о последних новостях в Австралии. Я хочу объяснить, опять же, концепцию нашей работы. Я хочу объяснить концепцию нашей работы. Каждый день и каждая минута работы нашей компании – это определенное количество денег, которые, скажем так, сжигаются. В направлении, куда можно развиваться, огромное количество. По всему миру транспортные проблемы присутствуют. Если мы будем биться в закрытые двери, стены или просто распылять свое внимание, то через некоторое время не будет ни проектов, ни денег. Поэтому мы и концентрируемся на тех направлениях, где встречаем наибольшую и наилучшую поддержку и обратную связь. Так, сейчас еще посмотрим, что тут. По поводу сертификации, коллеги, я детальной информации не обладаю. Для этого у нас есть служба сертификации, которая занимается работой с профильными НИИ по поводу сертификации подвижного состава. Так, ну я думаю, тогда я буду заканчивать. Спасибо большое всем за внимание. Передаю микрофон следующему спикеру. Всем хорошего дня! Я думаю, что это будет закончить. Я хочу спасибо всем и дать на наш следующий спикер, желаю вам всем хорошего дня. Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть, слышать, общаться с вами. Я очень внимательно слушал коллегу Виктора Бабурина. Спасибо Виктору. И для меня кое-что прояснилось. Спасибо. Время такое быстрое, что мы общаемся вот посредством телекоммуникационной связи последнее время, и вы понимаете почему. Я следил очень внимательно за тем, что писалось в чате людьми, и я надеюсь, что мне удастся косвенно или прямо ответить на некоторые вопросы, которые там были заданы. Итак, как было объявлено, что хотелось бы кое-что сказать про стратегию инвестирования при смене этапа и перспективах на будущее для инвестиций. Я хочу сразу вначале сказать, что был задан вопрос, что «А что делать? Нужны ли будут инвесторы в дальнейшем?» Конечно, нужны. Это был и вопрос людьми заданный, что можно ли участвовать в адресных проектах в будущем. Конечно, можно и нужно будет. Я здесь позволю себе остановить поток моих соображений в этом плане и перейти дальше по тематике. Значит, что касается стратегии инвестирования, то основой для этого является, на мой взгляд, три пункта. Если вы считаете себя серьезным инвестором или, по крайней мере, хотите таковым быть, прийти в это состояние, Если вы передаете людям информацию, то нужно следовать следующим вещам. Первый пункт – это бизнес-план и 15 этапов. Там все подробнейшим образом описано. Отсюда вы можете построить стратегию инвестирования свою личную. И корректировки осуществлять тактическими решениями при переходе с одного этапа на другой. Но для этого нужна необходимая оперативная информация. Но для этого нужна действительно новая информация. И одна из платформеров для получения такими новыми информациями – это платформа телеконференции. Владимир, вы у меня зависли. Я вас не вижу и не слышу. Продолжение следует... 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 видео, которое показывает, как много может сделать один человек. У меня сразу, Лариса, вопрос. Если я видео буду переводить одновременно, будет ли не слышно? Нет, видео не надо переводить. Видео не надо переводить. I would like to show you a small video without interpretation, that will show you what can one person do while we have this coffee pot. И видео показывает, что один человек может все. И когда вы будете смотреть это видео, там будет показано, как один человек очистил пляж, много километров пляжа, более чем от 5 миллионов килограмм мусора. Он просто делал то, что мог. И к нему присоединялись те, кто хотел. He simply did it, and those who wanted, joined him. И вместе они создали, возродили уникальное пространство для всех. Это то, что делает каждый из вас, когда поддерживает технологию и помогает Анатолию Дорчевиницкому внедрять технологию Skyway по всей планете. И вместе они cleaned up this unique natural space. И это все, что вы все делаете, когда вы помогаете Мистер Юницкий introduce Skyway технологию all over the world. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok the same way when you join this project, you change the world. Итак, я прошу прощения, интернет такой, какой он есть. Я подключен. Я надеюсь, меня слышно. So I beg your pardon. The internet is as it is. So I am connected and I hope you hear me. В избежении сбоя я постараюсь сейчас не включать свое видео. Вы меня все видели. Я вас все уважаю. И таким образом, что на входе в 10 этап важно нам всем знать. So what is important to know for all of us while entering the 10th stage? Очень напряженный период. Активно развивается сотрудничество с брокерской компанией Impact Trading. Эта компания имеет лицензию на финансовые услуги, то есть прием денег и передачу денег на основе MasterCard. So this is a company that has a license for financial services that is accepting and transferring money using a MasterCard. So from October, this company will give to us 2-3 banking accounts for working with investors from all over the world, of course, except those who are prohibited in the back office. So basically all the points I am presenting to you now are done by the request of the director of Skyway Capital, Mr. Kudryshov, which also asked me to give all of you his greetings. Его настоятельная просьба действовать по инструкции, то есть регистрация плюс верификация. Это очень важно, иначе ни одна платежная система толком нормально не работает. So he is really insisting on us following the instruction that is registration plus verification. It is very important. Without that, no payment system will work. Следующая, это на следующей неделе еще один, как бы, одна возможность Visa MasterCard будет подключена, и вы об этом узнаете. Next week we will have one more opportunity, Visa and MasterCard, and as soon as it is connected, you will find out about it. Это система, которую можно будет использовать в личном кабинете. This will be a system you will be able to use in your back office. Далее очень важно, четвертый пункт, далее очень важно понимать, что договор заключен Skyway Capital и головной компанией с TransTech, это эстонская компания, которая сотрудничает и использует как бы вместе ввод денег через PayHub площадку от 10 долларов опять-таки из всех стран, кроме запрещенных в личном кабинете. И здесь очень важно, это так называемые банковские переводы, и здесь тоже следовать следует инструкциям, иначе будет опять сбой. Пятый пункт, это доработан дизайн личного кабинета, будет полностью введены все разработки и все визуализации после 19.09, то есть после завершения перехода на следующий этап. Компания ведет различные новшества, вводит не просто так, чтобы ввести в новшества, но для того, чтобы рациональнее использовать средства и сделать их более эффективными. Как вы знаете, бывают сбои с опозданиями по оплатам, ну скажем, инвестиций по рассрочкам, и теперь будет автоматизация напоминаний оплат по рассрочкам в виде автоинформатора или звонок на языке инвестора. Отвечаю на вопросы, что очень высока вероятность скорого перехода на одиннадцатый этап. И здесь такой лозунг. To answer your question, there is really a high probability of the fast switch to 11th stage and there is this slogan that becomes true. Практически все для этого есть, но нужны определенные шаги. И поэтому инвестируй, не бойся. Не боясь. Invest without fear because everything is prepared for that. There are just some steps to be taken. Это опять-ка слово о стратегии и о тактике. That is once again about our strategy and tactics. Был призыв Евгения Кудряшова если у кого-то есть связи с владельцами платежных систем, свяжитесь с нами для сотрудничества или для обсуждения этого вопроса. Mr. Kudryšov also asked anyone who has any connections to some people in payment systems to let us know in order to be able to discuss possible cooperation. 9-й пункт это Orange Pay. Есть уже как бы подготовлено и возможность в ближайшее время что использовать или даже уже наведена для апробации в кабинет через оплатную как бы через товарную оплату так называемых китайских товаров агент это скажем агент нашей компании для того чтобы проводить платежи. There is так называемый Orange Pay which I believe is already available to try out in your back office or will soon be through such so-called commodity payment for Chinese commodities through the agent of our company in order to introduce money. Поэтому не стоит не следует пугаться когда в ответ на ваши действия появляется что вы оплатили какой-то товар бог знает какой это так ну скажем придумано или задумано в этой системе оплаты гарантирует и стоит как бы между агентом и нами стоит Skyway Capital поэтому важно чтобы оплата поступила и дошла до вашего кабинета это самое главное дошла 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 когда, в соответствии с вашими действиями, есть сигнализация, что вы платили для какой-то продукт. Таким образом, не волнуйся. Это просто система, чтобы перевернуть деньги. И помните, что между этим агентом и нас есть «Скайвей» в центре. И для нас, самое важное, это для денег при достижении вашего офиса. Из серии ближайших перспектив не могу пока сказать сроков, но идет подготовка возможности использования золотой короны, карты, система. Из других способностей, я не знаю конкретный момент, когда это может быть представлено, но есть возможность, что использование таким «голд-крон» системы также будет представлено. и для того, чтобы можно было более оперативно работать, вводим капитал в раздел личного кабинета, или раздел в личный кабинет, извиняюсь, разъяснение по платежным системам, где будет четко видно, платежная система такая, ага, не понимаешь, взял, посмотрел, получил полное разъяснение на всех языках, которые имеются в кабинете. И для того, чтобы мы работали быстрее и эффективно, мы предоставим другую часть из вашей области с объяснением всех платежных систем. Если вы видите платежные системы, вы не понимаете, вы просто кликете на эту объяснение и вы получаете эту объяснение в каждой области языке. Сохраняется. Там есть вопросы, я потом на них отвечу, да? Смотря на то, что у кого-то возникли вопросы, Инета говорит, что я отвечу. Хорошо, подготовьте их. Я вижу, что Инета говорит, что есть вопросы и я их отвечу, поэтому, да, приготовьте их для меня, я их сделаю. Очень коротко по 10-му этапу, друзья. То есть, во что мы инвестируем? Что за этим стоит? Очень коротко. Очень коротко. Очень коротко, о том, что мы инвестируем в 10-м этапе. Что мы инвестируем в 10-м этапе? Что стоит за наших инвестируем там? Основой является, как уже говорил, бизнес-план. И это, в первую очередь, завершение создания рабочей документации по высокоскоростной межгородской тестовый комплекс по этому комплексу. Этого требуют условия сертифицирования, поэтому документация практически готова. для того, чтобы… Там вопрос в том, что для того, чтобы тестировать до 500-м, надо было слегка увеличить все-таки длину трассы, но это ничего не затормозило, процесс идет очень по плану, так что этот вопрос тоже решается. Это 10-й этап, друзья. So, as I said, there are certain conditions of certification and documentation is practical, ready only in order to have a field test of this specific technology more than 500 km per hour. They demanded a longer test track, but it didn't create any problems or delays. Everything is going according to plan. So, my friends, that is the 10th stage. It is important for our understanding of the strategies and tactics of the actions of the company, that a significant group of constructors are now focused on the development of the fourth generation of high-speed transport. This is what is related to the completion of the sea of high-speed transport, high-speed movement in the tunnel, of the wind cell in the tunnel, in the tunnel, or in the tunnel. Этого требуют уже так называемые предсоглашения, предварительные переговоры и то, все, о чем говорил Виктор Бабурин сегодня. Третий пункт – это работа в ЭтоТехноПарке и продолжение работ по созданию опытно-промышленной производственной баз холдинга. Это работа в ЭтоТехноПарке, о которой мы говорили, для создания базы тестов и производственной базы в ЭтоТехноПарке и Унибусе. Создание научного, испытательного и так далее оборудования для опытно-промышленной отработки, сертификации, строительства и эксплуатации. То есть оборудование тоже надо, дорогие друзья, создавать. В заключении, как пятый, на мой взгляд, важный пункт – это работа с заказчиками со всем мира по адресным проектам. Это, естественно, от этого зависит благополучие компаний и, естественно, наших. Для понимания перспектив, десятый этап – трансфер 5 миллиардов залоговых акций, которые даются в залог с дисконтом в диапазоне в соответствующем. Это вы увидите под инвестицией, которые надо обеспечить здесь, это 25 миллионов долларов. Для понимания динамики до пятнадцатого этапа просто. Обозначу цифры. И, чтобы вы понимали динамики до пятнадцатого этапа, я просто покажу вам эти номеры. Следующий этап. Дологовых акций. Четыре миллиарда – 25 миллионов инвестиций. Три миллиарда – 25 миллиардов инвестиций. Два миллиарда – 25 миллионов. И так далее, до пятнадцатого этапа. Таким образом, впереди, дорогие друзья, дорога, которая обозначена семнадцатью миллиардами акций, выдаваемых в залог под нашим. Наши инвестиции в 150 миллионов долларов. Таким образом, у нас есть весь этот шаг с 10 до 15-го этапа, который означает 17 миллиардов инвестиций. Это означает, что 17 миллиардов инвестиций для наших инвестиций для 150 миллиардов долларов. Теперь для сравнения. Еще кое-что. Смотрите, девятый этап. Это абсолютно усредненное. Тут можно считать и так, и иначе. Какая разница? Более-менее цифра такова. При инвестиции одного доллара его инвестиционная ценность, меньше одного цента была на девятом этапе. Что обозначает, чтобы понять лучше, что это такое, что при ста тысячах акций, это у человека, у кого такой портфель в кабинете или в реестре, это девятьсот двадцать долларов затраченных денег. Это среднее. И так далее по каждому этапу. И так далее по каждому этапу. И так далее по каждому этапу. Теперь еще для более лучшего понимания и сравнения. В каком процессе мы находимся? Пятый, десятый этап. Сравним. Многие спрашивают, а где прибыли, какая мне выгода? Все говорят, выгода, выгода. Многие люди спрашивают, где моя преимущество? Потому что все говорят о каких-то преимуществах. Где они? Если мы сравним инвестиции, сделанные на пятом этапе. Если мы сравним инвестиции, сделанные на пятом этапе. Средней инвестиционной ценностью статуи, опять на примере статуи с шахцей, то для сравнения на десятом этапе, на который мы переходим, это 1300 долларов США. Это, еще раз повторю, для тех, кто не слышали начало или, может быть, прослушали. Это сравнительные, не, скажем так, называемые сравнительные усредненные цифры. Для тех, кто не услышал меня в начале, я повторю, что это просто сравнительные цифры. И что мы отсюда видим? С пятого по десятый этап инвестор получил рост в 394% за 20 месяцев. Что это значит еще раз? Это значит, что инвестор, который на пятом этапе проинвестировал, забыл про это, сидел на этом, и вдруг на десятом этапе открывает и смотрит, опа, его пакет, который он проинвестировал и получил, 100 тысяч акций, каждый месяц ему приносил 19,7% в месяц. So, an investor, who invested during the fifth stage, forgot about it, left it alone. Now, during the tenth stage, opens again his package, and he sees that his 100,000 shares brought him in average 19,7% interest per month. Этих денег в руки не взять, но все равно приятно. You can't yet hold this money in your hands, but it's still pleasant. Пока не взять в руки. Yet you can't hold them. Теперь сравним, дорогие друзья, девятый, где мы находимся еще, еще находимся, и десятый этап. So, let us compare the ninth stage, where we are still in, with the tenth stage. Логика абсолютно та же. The logic is completely the same. Девятый этап, с девятого, с девятого по десятый этап, кто свою стратегию правильно выстроил, рост инвестиционной ценности 141%, это за шесть месяцев, и уже в месяц 23,5%. So, from the ninth to the tenth stage, those who build their investment strategy in the right way have got 141% growth in six months, which is 23,5% interest in a month. Поэтому, дорогие друзья, ваша инвестиция сделанная в 2015 году уже расчетно обеспечивает прибыль. Ваша инвестиция, сделанная или не сделанная в 2017, расчетно обеспечивает или обеспечит вам прибыль уже интенсивней. So, dear friends, your investment made in 2015 already provides you with computed profit. And your investment made or not made in 2017 would provide you with a computed profit even in a more intensive way. Вся стратегия. Заботьтесь о емкости вашего портфеля инвестиций на каждом этапе, друзья. So, the whole strategy is to take care of the capacity of your investment portfolio on every stage, friends. И теперь на закуску. And now a dessert. Я, значит, теперь везде, на своем вебинаре, везде показываю и показываю тем, кто не бывает на моих вебинарах, что, смотрите, ответ на вопрос о дивиденды. Когда? So, during my webinars and outside my webinars, I always try to answer this question. So, when are we going to see the dividends? В бизнес-плане. Опираюсь на бизнес-план. Таблица 9.1. Смотрю, когда мне покупать новый кошелек. Смотрю, это 2018 год. Смотрю, запланировано по бизнесу. Это, правда, такой как бы оптимистичный вариант, но тем не менее 469 миллионов долларов США. Я смотрю, что это уже расчетный дивиденд. Почему? Потому что нет кредитов и займов. Видите, их здесь нету. So, I already see that it is a computed dividend, because you don't see here neither credits nor loans. Таким образом, смотрю дальше, что 19-20 год и так далее. Здесь уже миллиарды. И поэтому, увидев, что тут Светлана Сергеевна с Посада и Сергеева Посада говорит, что да, вносит коррективы в планы жизни. Конечно, вносит. Мы близки к реальности. We see here that Svetlana in the chat says that life corrects our plans. Of course it does, but it's still positive. Таким образом, дорогие друзья, я на этом заканчиваю свое выступление. Сейчас постараюсь ответить на пару вопросов, которые есть в чате. Быстренько посмотрим и перейду дальше. И тогда дальше уже передам слово коллегам. So, friends, here I should finish my speech and in the end I would like to answer a couple of questions and then give the floor to the next speaker. Владимир, будьте внимательны. Это не 2017 год, а это 2018, факт 2018 года. Написано прибыль, так называемая расчетная, 465 миллионов. So, Vladimir, please pay attention. It is not 2017. These are the figures for 2018, where computational profit is 469 million. Леон, вопрос интересный, но не такого телемоста. Сколько будет куплено материалов и так далее? Вы знаете, это абсолютно закрытая информация. Это зависит от конкретных заказов и так далее. Леон, this is not a question for a teleconference. How many, how much materials will be bought? It's a closed information depending on specific projects, etc. Наталья, значит, вы спрашиваете, у кого нет структуры, будет получать? Вы знаете, а при чем здесь структура? А акционер, он есть акционер и в Африке, и в любой части света. Получает глобал транспорт инвестмент, получает средства, есть сумма на дивиденды, оттуда отчисляется 20%, и это та база, с которой получают все акционеры Евразия НРС, свои дивиденды. So, when global transfer investment gets its money, and there is a specific allocation for dividends, then 20% of it is allocated to every shareholder of the Eurasian Rail Skyway System investments. Значит, строчку чистая прибыль? Нет, нет, это Владимир, неправильно вы смотрите. Those who speak about net profit, it's a bit of misunderstanding of definitions. Давайте сейчас не будем вдаваться в таблицу, но был вопрос Светланы, по-моему, или Натали, кто там спрашивал, что поясните, пожалуйста, насчет внутренней биржи. Виктор очень четко сказал. Моя неофициальная, мое неофициальное мнение. Возможность такая есть все время, но это установка компании. That this opportunity always exists, but this is the decision that has to be made by the company. После окончания входа в кореневую компанию. After the, to be made after the end of possibility to enter the root company. Рекомендую и настаиваю так и говорить всем. That's what I recommend you tell everyone. Все остальное, предположения, спекуляции, что угодно, в том числе и мои. All the rest are just opinions and suppositions, including my own opinions. Могу на вебинаре еще порассуждать на эту тему. I could discuss it with you further during the webinar. Истина установится в процессе. But the truth will be found in the process, dear friends. И будет сделано так, как наиболее рационально, как я уже и говорил. И для компаний, и для нас, инвесторов. And what is the most efficient and rational way both for company and for investors will be chosen. Михаил, когда закончится вход в корневую? Смотрите бизнес-план. Михаил, you are asking, when will the entry into the root company end? You have to look into the business plan. Итак, уважаемые коллеги, я разогнался, отвечая на вопросы. Следующие выступающие уже волнуются. И, значит, я передаю слово уважаемой, уже выступавшей сегодня Нетян Джане. У нее тоже очень важный вопрос. Инета, пожалуйста. Желаю вам, желаю вам удачных и правильных решений в выборе стратегий и тактики, дорогие друзья. До следующих встреч. Спасибо, Владимир. Продолжаем. И я бы хотела сказать, что я не волнуюсь, я удивляюсь. Я читаю ваши вопросы, у меня такое ощущение, что вы сидите за дверью и за микрофонами, колонками и не слышите, что происходит на нашем телемосту. Спасибо, Владимир. Давайте продолжим. И я не волнуюсь, я более удивлена, видя все вопросы в чате. Мне кажется, что вы сидите за дверью и не слышите, что происходит на конференции. Инета вам надо меня выключить, я эхо буду. Так, справилась. Идем дальше. Мы на пути развития. Мы на пути развития. Мы на пути развития. Мы на пути развития. Так, Ирина, я должна вас слышать, да? Слышно меня? Ну, тогда надо меня в наушники или паузу поставить, иначе все будут слышать меня два раза. Путь развития на экране, и он очень интересный в том, что его сопровождает не только план 15 этапов, не только рабочие моменты, легкие, запланированные и сложные. Иногда и удача, всегда успех, но еще и дисконт. Ирина. Еще раз хочу вернуться к вопросам, которые были в чате. Несколько раз вы продолжаете задавать вопрос, когда закроется, когда перейдем, почему остаем и так далее. Есть только один ответ. Были озвучены нужные средства в запланированный срок времени. Все зависит от нас. Давайте ускорить свои возможности, свой принос в этот проект и сократим эти этапы на нам приятное время. Давайте возвращаемся к вопросам. Вы всегда спрашиваете, когда будет руд-система закрыта, когда мы будем сцепить между этими этапами, почему мы сцепляем? Вы должны понимать, что в том, чтобы сцепить, мы должны иметь необходимые условия. Эхо продолжает идти, она мешает слушать людям. У меня новости для вас в это время, то есть мы рассматриваем дисконты еще раз девятого и десятого этапа и хочу просто озвучить некоторые цифры. То, что в девятом этапе считалось средним показателем, мы работали в среднем с дисконтом, очень хорошим дисконтом 150-160. То на десятом этапе это будет считаться очень высоким и самым лучшим дисконтом. Все эти цифры давным-давно видны уже в наших документах, но все равно хочется их обозначить. Десятый этап – дисконт от 75 до 175. Но при смене дисконта у нас есть хорошие новости. Первая новость. У нас остается минимальная инвестиция – 15 долларов. Немаловажно то, что на десятом этапе соблюдается и сохраняется наш основной инструмент программы в рассрочку. И дополнительная возможность для партнеров, особенно для недавних партнеров – это очень хорошая возможность пользоваться специальным партнерским предложением, программами с бонусных счетов. Переходим к цифрам. Начинаем рассматривать общую таблицу изменений дисконт. Пока вы рассматриваете цифры… Пока вы рассматриваете цифры… Первые изменения – не будет активных поступлений на акционный счет. Нужно объяснить, что это, потому что я могу перевести, не поняв, что значит поступление. Дополнительные средства. Да, получение дополнительных средств на акционный счет. Да, получение дополнительных средств на акционный счет. Еще хорошая новость о том, что соблюдается спецпредложение 1 к 600 для тех, кто им пользовался в конце 2015 года. Важно для тех, кто стремятся за статусами, будут дополнительные условия для топ-экспертов для получения топ-бонусов. На десятом этапе мы начнем работать с специальными программами и предложениями для юридических лиц. В ближайшей неделе они появятся на экране в нашем личном кабинете. И действительно в переходное время вы увидите все новые программы уже в новом образе, то есть у нас меняется оформление личного кабинета. Самое приятное – это таблица с нашими активными программами. Вы спокойно сравнивайте цифры, я просто пройдусь, что у нас остается программа как специальное предложение Inotrans. У нас становится все популярнее программы «Малыш и студент», обе эти программы. Уже активно мы работаем с программами, можно сказать, для VIP-инвесторов, начиная с 5000 долларов, то есть одноразовые инвестиции с серьезными суммами. Рассрочки – основной инструмент, четыре разные программы. Они будут пользоваться такой же актуальностью, как в девятом этапе. В этих программах у вас будет две дополнительные возможности улучшить результат приобретения этих программ. Это вы прочитаете в кабинете. Также бонусные программы и специальные предложения. И тут будут изменения. Вы видите, что нету показателей напротив программ «Экофест» 300 и 500. Так как зимой мы не сажаем наши зеленые сады, то это предложение было снято. Немного хочется рассказать о статистике, пока вы до сих пор изучаете. Статистика показывает, что из специальных программ, что интересно, у нас большим спросом до сих пор идут программы 15, 30, 60 долларов, и компания это учла и дала вам. Программы для веб-инвесторов. С специальными деревьями также пользуются спросом, и они будут есть на 10 этапе, и также остаются программы с бонусных счетов. То есть это считается специальными предложениями. Из основных рассрочек больше всего наши инвесторы ценят стабильный и бизнес. Но остается... Ну и самые лучшие показатели у программ Экофест 300 – Малыш и Инотранс. И лучшие показатели у программ Экофест 300 – Малыш и Инотранс. Можно будет ими работать. Why do I emphasize these statistics? It is so that in these last three days of the ninth stage you could use them, but also remember that you can keep using them and should keep using them during the tenth stage. По статистике программа Малыш пользуется очень большим спросом. Я в этот момент хотела бы дополнительный акцент сделать на программу Студент. Она также для маленьких детей, но имеет уникальный результат. Алгоритм для детских программ очень-очень хороший. As I have already said, the program Child is in great demand, but I would like to also remind you of the student program, which is also for underage children and has a very unique algorithm with good results. Коллеги программы также будут и видны в кабинетах и в новостях. Вы сможете иметь эти данные уже с завтрашнего дня. From tomorrow you will be able to have all these data about the programs both in your back office and in the news. I would like to truly emphasize these three days, because today is basically finished, so it's just the 17th, the 18th and the 19th, which are the last days of the ninth stage. Задавался вопрос, будет ли зачтены средства, которые перечислены 19-го числа. Да, у нас действительно три дня, не рассчитывайте на дополнительные продления, работаем прямо сейчас, и все, что делается 19-го числа, будет... ...сменивайте. ... ... ... ... Раньше был задан вопрос по платежным системам, которые объяснялись. Многие из них находятся уже сейчас в кабинете, вы можете ими пользоваться. Это говорит о том, что выбирая метод инвестиции SWIFT, вы заказываете invoice и оформляете платежное поручение. 19 числа сделанная оплата по банковской платежке будет зачисляться, несмотря на то, что приход денег займет. The payment made as a bank transfer on the 19th will be considered the ninth stage, even though the payment in itself will take a couple days to arrive at company's account. Не слышала, какого счета? Акционный счет. Средства, которые находятся на этом счету, у вас сохраняются. Вы можете их конвертировать на портфель акций до конца девятого этапа и также сможете продолжить этот процесс в десятом этапе, используя дисконт текущего момента. Текущего, то есть десятого. Поступление новых средств на этом счету закрывается с девятым этапом, но накопившиеся средства на этом счету можно будет конвертировать. конвертировать и в десятом этапе. So, there will be no more income to this account. It is closed during the ninth stage, but the already accumulated means will still be convertible in the tenth stage. Еще раз хочется напомнить, что у нас только три дня для того, чтобы мы посеяли, полили и собрали урожай. Урожай, время урожая, коллеги, не пропустите это время. Активно работаем, активно идем дальше. Мы на пути развития. So, I have to once again emphasize that in these three days we really have to sow seeds, water them and already gather harvest. Do not miss this harvest. Be active and work and we are on our way of development. Сегодня это самое подходящее время, и я уже передаю слово следующему спикеру, и если у него есть возможность подключиться, вам благодарность. До свидания. So, I wish you all the best luck, and now it is the best time to do it all, and with these words I thank you, and I give the floor to our next speaker. I hope he is ready to connect. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, сейчас я расскажу. Сергей, я вас совсем не слышу. Сергей, вас совсем не слышу. А сейчас слышно, да? Да. Сейчас слышно? Да. Так, значит, у меня с наушником. Тогда нам надо будет как-то, Ирина, сейчас подстраиваться, потому что здесь у меня конференция, и будет перевод на итальянский. Поэтому мне надо будет отключать, наверное, и звук одновременно, и микрофон, да? Да, иначе будет эхо. Так что сейчас будет эквилибристика, так сказать, это. Но так как мы уже работаем в восьми комнатах одновременно, привыкнем сейчас. Значит, слышно. Так, значит, друзья, в чем сегодня специфика сегодняшнего моего выступления на телемосту? Так, друзья, в чем сегодня специфика сегодняшнего моего выступления на телемосту? Что я нахожусь не один в своем кабинете, а я нахожусь на конференции в Болонии, в Италии, где в зале сидит еще 100 человек. Так, сейчас я их покажу. А вы поприветствуйте еще почти 600 человек, которые нахожусь на телемосту. Так что сегодня я не один в рабочем кабинете, а нас здесь одновременно 120 человек. Так, нам здесь всем выдали вот такие вот кепки Skyway. Это как униформы. Ну что, друзья, я фактически завершаю вот этот телемост или, скажем так, этап перед закрытием девятого перехода на десятый этап. Так, сейчас тут еще делают микрофон, чтобы еще и на итальянский параллельно переводить. Сейчас, секундочку, друзья, сейчас переведет Ильдика. Практически, я сейчас делаю синтези для того, что уже говорили, что у нас есть, что у нас есть, что у нас есть, что у нас есть, что у нас есть. И, конечно, у нас есть, что у нас есть, что у нас есть. Мы познакомились с нами и сказали, что это обязательное для нашей конференции сегодня. И он тоже использует и делает свою связь так. И он уже нормально. Ильдика, Ирина, я сейчас, когда буду скорреть, я потом буду выключать микрофон и выключать звук, чтобы друг другу не мешать. Хорошо? Да. Практически, он объяснил, потому что у него есть английский язык. И сейчас, если я говорю итальянский, она говорит английский, мы больше не понимаем в мире. И поэтому, с технической точки зрения, он должен выключить микрофон, чтобы я могу говорить здесь и здесь. Ну, друзья, все это исходит из того, что наш проект стал действительно международным, действительно всеобъемлющим. Уже звучала цифра, что сегодня в проекте Skyway количество партнеров из стран больше, чем зарегистрировано в Организации Объединенных Наций. Друзья, и это абсолютно закономерно, потому что проект действительно всеобъемлющий. И это действительно то, что меняет жизнь каждого живущего в наше время. И обычно я заканчиваю выступление фразы, которую сейчас скажу, а сегодня я ее хочу произнести практически в самом начале. Usually I finish my speech with the phrase that today I would like to say in the very beginning. За последние 20 лет жизнь изменилась радикально, но мы с вами понимаем, что и мы знаем, что за ближайшие 15 лет она изменится еще сильнее. We know that our life has changed radically during the last 20 years, but we should also realize that during the next 15 years it will change even more radically. И мы с вами не то что свидетели этого процесса, мы с вами активные участники, те, кто создает технологию, которая сегодня изменит цивилизацию. And we, friends, are the doers of this process. We are the participants that create this technology that will change the future of the world. Если какое-то время назад мы говорили, что мы создаем технологию, то сегодня мы уже четко можем утверждать, что эта технология основы созданы, и она уже находит практическое применение в бизнес-проекте. If a while ago we could say that we are creating the technology, then today we have created it, and it already finds practical implementation in business projects. И фотографию, которую вы все видите сейчас на своих экранах, у нас, к сожалению, не выводится на экран, поэтому я просто покажу аудитории, а вы заодно еще и увидите зал, который на вас смотрит. Вы все фотографии эту видели, друзья. And the picture you see on your screens, unfortunately, the Italian audience cannot see the screen, but I will just show them the picture, and you will be able to once again see them all, so that picture that you see... The Italian audience is such a joyful people, it's so nice to work with them. It's so nice to work with them. Так, все, включился. Друзья, я извиняюсь за паузу, просто я выключаю микрофон, а он включается какое-то время, поэтому чуть-чуть будет пауза, так что ничего страшного. I beg your pardon for pauses. I am forced to turn off my microphone after each sentence, and it takes a while to turn it on. Друзья, сейчас очень важный этап для компании, для коллектива, лично для инженера Юницкого, на каком этапе сейчас находится все наше сообщество SkyWay. Right now we are in a very important time for all of us, for the company, for Mr. Юницкий. It's a very important stage of our development. Пользуясь случаем, как раз передаю всем от него очень большой горячий привет и очень большую благодарность. Я с ним встречался позавчера, когда он только прилетел из Индии, вместе с Виктором Баборином. И, используя эту возможность, я бы хотел дать вам его святое приветствия и благодарность. Я его встретил сегодня, когда он только прилетел из Индии с Виктором Баборином. Это аплодисменты Юницкому. И та работа, то, что сегодня происходит и можно запускать уже на самом высоком уровне обсуждения SkyWay, это только благодаря тому, что можно показывать то, что мы сейчас видим на этой фотографии, уже действующие Unibus и Unibike. И сегодня переход на новый этап. Это демонстрация и констатация того, что мы выполнили те задачи, которые ставили. И сегодня, то есть факт, что мы переехали на новую этапу, это демонстрация того, что мы достигли, сделаны на новую этапу. И то, что мы этот путь прошли, как раз свидетельствует о том, что никакие проблемы и никакие дальнейшие трудности, которые будут вставать перед проектом и лично перед инженером Юницким, сегодня нас не пугают. Потому что за это время мы ответили на самый главный вопрос. Есть технология или нет? Сегодня этого вопроса и этих сомнений уже нет ни у кого. Потому что раньше мы всегда должны ответить на вопрос, если эта технология действительно существует или нет. Сегодня эта технология существует и нет никаких проблем о ней. И дальше каждый этап нам будет демонстрировать все новое развитие технологий, новые возможности и расширение бизнеса. И каждый следующий этап будет демонстрировать нам больше и больше развивающихся технологий, возможностей и увеличение бизнеса. И как любит говорить наш молодой и талантливый директор SkyWay Capital Алексей Суходоев, как наш молодой и талантливый директор SkyWay Capital Алексей Суходоев likes to say, Что-то мне подсказывает, друзья, что многие вопросы, которые вы сейчас ставите через год, они будут... О мере развития проекта перед нашим сообществом SkyWay и перед каждым открываются такие большие горизонты, что те вопросы, которые вы сейчас ставите на каждой встрече, когда будут дивиденды и что такое ЭкоТехноПарк уже не будут волновать вас буквально к середине следующего года. По мере развития проекта, то есть те этапы, которые сегодня проходят и те корректировки, которые вносит сегодня жизнь, они, я вам могу сказать, очень и очень грандиозные. И поверьте мне, я знаю, что говорю. И поверьте мне, я знаю, что я говорю. Я приведу один... Я вам даю один очень маленький, но очень компрессивный пример. Буквально два месяца назад мы только стали обсуждать идею летающих роботов, летающих дронов, которые будут использоваться для строителей ступных местах. В этих местах. Буквально два месяца назад мы только начали обсуждать возможности летающих дронов, которые будут участвовать в процессе строительства. А буквально позавчера я видел уже рабочие наброски дрона, которые разрабатывает инженер Юницкий, и я могу сказать, что аналогов такой машины в мире сегодня не существует. Аплодисменты инженеру Юницкому. Опять аплодисменты инженеру Юницкому. И когда спрашивают про этапы и про меморандум, который был написан более трех лет назад, я задаю вопросы в ответ. А в этом меморандуме вы что-нибудь слышали про летающих дронов? А в этом меморандуме вы что-нибудь слышали про унибайки или про транспортную инфраструктуру под углом? И так, когда люди задают вопросы о стажах, о меморандуме, которые были написаны три года назад, я задаю их обратно. А в этом меморандуме вы что-нибудь слышали про транспортную инфраструктуру под углом? А в этом меморандуме вы что-нибудь слышали про транспортную инфраструктуру? И еще что происходит параллельно сейчас с развитием основной технологии SkyWay, обо всем даже сейчас невозможно упомянуть или сказать. И это не возможно упомянуть все другие вещи, которые происходят и происходят в параллельно с развитием основной технологией SkyWay. И это не возможно упомянуть технологии сейчас. Самое главное, друзья, до чего мы сегодня дошли, на каком этапе мы находимся, это начало создания реального бизнеса SkyWay. Реально создание сети Транснет, которая будет капитализироваться. Продолжение следует... Итак, друзья, это важно, что мы достигли этого уровня, что мы начнем строить бизнес, строить транспортную инфраструктуру, которая будет капитализировать интеллектуальное property. Продолжение следует... Это то, что сейчас развивается самым активным образом, и то, что сегодня Виктор Бабурин, выступая очень четко, прагматично и грамотно, сегодня показал. Продолжение следует... Это то, что сейчас развивается довольно активно сегодня, и то, что Виктор Бабурин так хорошо и так прагматично показал сегодня. Так, все, микрофон включен. Есть. И то время, которое сейчас осталось до завершения этапа, надо использовать самым активным образом для того, чтобы ту информацию, ту энергию, которая несет сегодня за собой развитие проекта, касалась каждого из нас. Парганда, егоIEL ПО ТВ вы продавирует на 4-9. И поэтому этот таблицам, который будет лишен энергию, на протяжении 8. И так что я думаю, это не дало. И для того, чтобы получить информацию о развитии и развитии,, о том, что это будет увеличение, на котором я скажу. И в завершение, друзья, могу передать просто свою сейчас эмоцию, свое настроение, потому что когда я вижу фотографии уже реально испытываемых машин, то это, конечно, вызывает только гордость, потому что это сделали друзья мы с вами, и каждый из нас к этому причастен. И в конце концов, мои друзья, я бы хотел бы поделиться мою эмоцию, мою эмоцию. Когда я вижу фотографии от тестов, пройдет меня, потому что это все мы, мы participаем в все это. А то, что Александр в своем выступлении говорил, что он сегодня ночь не спал, исходя из того, что он узнал о ближайших планов, которые стоят перед нами, как развитие фонда SkyWay Capital. Поэтому я могу сказать, друзья, что мы активно работаем, и все будет больше и больше интереснейших возможностей и по тому, как строить бизнес, и как участвовать в создании системы Транснет, и как от этого получать в том числе и доходы. И в ответ, я бы сказал, что мы работаем больше и больше активно, создавая больше и больше интересных возможностей, создавая бизнес, создавая Транснет, и, конечно, чтобы получать зарплаты. И завершить я хочу теперь уже фразой, я много приводил примеры своих детей, потому что, как говорится, устами младенца всегда... Это тот, скажем так, молодой SkyWayец, который задал мне вопрос, папа, о какой у тебя в детстве был интернет? Это молодой SkyWayец, который спросил мне, папа, что интернет было в твоем детстве? Так вот, он очень ждет, чтобы ему дали разрешение прокатиться на юнибайке. Он очень любит искусственный интеллект, который будет называть юник, который будет жить в каждом нашем юнибайке. Так вот, он пришел и сказал, что у них в школе задавали вопрос, чем занимается твой папа. Так вот, он с очень большой гордостью сказал, что мой папа строит SkyWay, где будет ездить юнибайк, в котором будет жить юник. Так вот, друзья, я вас поздравляю именно с тем, что каждый из вас может сказать, что я причастен к тому, что мы строим транснет-спейс, и это то, что коснется каждого жителя Земли, и мы это создаем своими руками. Так вот, друзья, на этом я бы хотел завершить всю работу. Строй SkyWay, спасай планету. Так вот, с этим я бы хотела завершить нашу встречу, говоря, строить SkyWay и спасать планету. Благодарим Сергея, спасибо Ирине, и три дня, пускай успех и результат вас сопутствует. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok